Горы мусора и проблемы в каждой сфере от ЖКХ до благоустройства. Такое наследство оставил после себя глава черноморского поселения Владимир Жигулин, задержанный в рамках возбужденного уголовного дела и привлеченный по сведениям Северского суда к административной ответственности по инициативе прокурора в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев. Однако жителей поселения в большей степени устроила бы его полная отставка. На сессиях и сходах Жигулина неоднократно прямым текстом просили уйти. Ведь ситуация в поселении и так обременена массой проблем. С каждым днем становилось все хуже. Если он так работает, который ссылается, то это организация, пусть сложится и полномочия. Мы уже устали, мы вам без конца говорим, говорим, говорим. Все уже с водой плохо, со света плохо. Едешь, едешь в Краснодар, мы часто едем. Северская Северница, Ильская Северница, Черноморка, теми подъезжают. Потому что когда это закончится, терпение, это у людей не бесконечно. Я предлагаю назначить неочередную сессию с тем, чтобы глава остался и полномочия. Где и как проведет эти полгода Владимир Жигулин неизвестно. Как и то, каким образом решится вопрос окончательно. Однако жители Черноморского надеются на будущее кардинальные изменения. И хоть малейшее улучшение ситуации с водоснабжением, отоплением, водоотведением, дорогами, благоустройством и многим другим. Ведь жить в населенном пункте становится невыносимо. Примерно так выглядят сегодня улицы поселка. Давно заброшенные бараки, о которых просто забыли после переселения жильцов. Заросли кучи веток и мусора прямо у проезжей части дорог. Отдельное недовольство людей вызывает состояние местного кладбища. Оно либо окончательно в скором времени обрастет мусором, либо будет поглощено бурной растительностью, с которой, кажется, здесь давно никто не борется. Как изменится ситуация в дальнейшем, покажет время. Однако местные жители не опускают рук, сохраняя надежду на возрождение когда-то благоустроенного и богатого поселка нефтяников, превратившегося сегодня в страшный сон для тех, кто знал его лучшие времена.